Скажите, пожалуйста, как вам видится, что сейчас самое главное, что нужно сделать для того, чтобы преодолеть то тяжёлое социально-экономическое положение, в котором находится Донбасс? Добрый вечер. Первое, необходимо закрыть границу. И я считаю, что это самое главное, чего должны достигнуть политики, как наш президент, так и президент России и остальные страны. Мы остальные проблемы решаем очень быстро. Второе, чтобы правительство и руководство страны не отказывалось от тех граждан Украины, которые находятся в оккупированной зоне. Они так страдают, потому что живут под гнётом боевиков, и наша задача государства помочь каждому, кто находится на той территории. И всё? Других срочных дел нет? Нет, сделать очень многое нужно будет. Я как бы... А? Ой, других сделать... Нет, конечно, нужно очень многое сделать. Нужно, конечно же, сейчас, коль уже идут выборы, необходимо обеспечить прозрачные, честные выборы. Также необходимо организовать местные выборы на всей территории Донбасса. И в Луганской области, и в Донецкой области. Господин Тарута, а как можно организовать прозрачные выборы на захваченных территориях? Я прошу прощения. Как вам это видится? Вы бы смогли это сделать? Вы бы с этим справились? В минских договорённостях написано о том, что... Нет. В минских договорённостях сказано о том, что эта территория должна руководствоваться законами Украины. Если она будет работать под законами Украины, то, естественно, и мы обязаны обеспечить прозрачные, честные выборы. А Россия нам должна в этом помочь. А если не поможет, Сергей Алексеевич, то тогда? Судя по сегодняшним событиям в Милане, Владимир Владимирович Кузьмин не собирается помогать. Он собирается устроить такую, знаете, историю вдвоевласти. Выборы 2 ноября, а потом 7 декабря. Это противоречит минским договорённостям. И я считаю, что должна быть соответствующая реакция всех тех гарантов, которые должны нам помочь в этом конфликте. Вот у меня здесь сидит журналист Олег Гавриш, он ещё ни одного слова не проронил. У вас есть вопросы к Сергею Алексеевичу? Почему вас выбрали? Мы с вами общались тогда. Помните, у вас были такие планы серьёзные на то, чтобы восстановить Донбасс? Почему вас выбрали? Ну, это вопрос не ко мне, это вопрос к президенту Украины, он формирует свою команду. Ну, а вы сами как думаете? Он имеет право на формирование своей команды. Понятно, что... А вы сами как думаете, почему? Я слышал, потому что вы много критикуете власть. Я не был совсем удобен, потому что я... Потому что Сергей Алексеевич не генерал. Дайте сказать... Я всегда открыто говорил о своей позиции. Я всегда говорил президенту о том, что если ему нужна команда, а каждый губернатор это его команда, то он должен согласовывать все вопросы, связанные с судьбой территорий, со своей командой. А когда принимаются решения самостоятельно, то ему эта команда не нужна, и я об этом говорил. Поэтому я в том числе и хотел, чтобы минские договорённости были предварительно согласованы, в том числе, как минимум, с двумя губернаторами Донецкой и Луганской области. Чтобы мы могли всем объяснить, что же является суть этих договорённостей. А когда жители спрашивают, а мы не знаем, как комментировать, когда мы видим о том, что эти договорённости противоречивые, с одной стороны территориальная целостность является красной чертой, и Россия соглашается о том, что наша территория является незыблемой, с другой стороны там указана какая-то буферная зона. Если эта территория работает по украинским законам, тогда, пожалуйста, мы должны полностью обеспечить функционирование всех органов власти на всей территории. И выборы должны проводиться тогда на всей территории. Если это не обеспечивается, если каждый день провоцируется, каждый день постоянно идут обстрелы. Вот до 40, до 5 провокаций. Это означает полное игнорирование минских договорённостей. Вадим, у вас вопрос, да? Да, у вас вопрос, да? Да, Сергей Алексеевич. Это вопрос от Вадима Карасёва, Сергей Алексеевич. Послушайте, пожалуйста. Первый. Понимаете, лучше вот такие договорённости, чем война. Вообще никаких договорённостей нет. Ситуация такая противоречивая, понимаете? Вопрос, вопрос. У нас очень мало времени. Вопрос такой, как вы относитесь к тому, что президент вот вместо вас и вместо Ирины Веригиной назначает генералов милиции, внутренних войск на должность губернатора? Это по дороге к миру. То есть генералов губернаторов. Генерал губернаторов. Вот вы одобряете вот такие принципы кадровой политики именно к этим регионам? В отношении... Прочесть очень хорошую статью от 16 июня, где Новодворская написала «Худой мир». И там всё очень правильно написано, и в том числе отражение той ситуации, в которой мы сегодня оказались. В отношении губернаторов моё понимание, что должны быть хозяйственники, понимающие суть проблемы, так как разваливается экономика двух очень важных для страны территорий. И здесь военных, поверьте, достаточно. Здесь военные больше не нужны. Я прошу прощения, Тарас Степанович, вопрос у вас должен? Нет, не питание. Но здесь нужен хозяйственный экономик. Не питание, я хочу просто высловиться. Понятно, понятно. Я реплика. Реплика. Вадим сказал одну фразу, по которой я готов подписаться. Вот сколько у меня будет сил, столько раз подпишусь. Что любой худой мир лучше той войны, что была. Но у меня возникает вопрос, как у человека, который 7 раз был в зоне АТО и сделал всё, чтобы добиться первого перемирия, зачем надо было начинать дать команду огонь 1 июля, и чем сегодняшнее перемирие, во время которого погибло уже около 150 человек. Переадресуем вопрос, переадресуем этот вопрос Сергею Таруки. Чем это перемирие отличается от того? Поскольку всё-таки Сергей Алексеевич, человек, которого надо долго уговаривать прийти, он не медийный, скажем так, человек. Сергей Алексеевич, скажи, была необходимость нарушать то перемирие ради этого перемирия, только между двумя перемириями десятки тысяч погибших людей и два разрушенных региона. Вопрос от Нестера Шуфлевича. А вы помните, кто стоял в 2009 и 2030 возле администрации президента? Сергей Алексеевич, кто? Ну, комбаты стояли и требовали войну. Да, я считаю, что если у нас был сценарий мирного урегулирования всех проблем Донбасса, то мы должны его были изначально реализовывать. И не нужны были такие огромные потери и военной силы, и мирного населения, и разрушенных городов. Нам нужно было тогда договариваться. И я думаю, что, наверное, у нас было больше возможностей на тот период иметь лучшее условие, чем то, что мы имеем сейчас.